Всем доброго дня! Я приветствую вас на своем канале. Я нахожусь в Курии. Гуляю я по улице Металлистов сейчас. Это центр города. Тянется от улицы Советской до Кремля. Непонятно, почему сегодня за день до дня города надо делать асфальт. Тут идет такой шум, мурение. Квитку укладывают, но почему-то вот так. Здесь вот работа здесь ходит. То есть завтра здесь день города. День 23 января. Отпал в этом году вот так. Итак, мы идем по улице Металлистов. Несколько раз эта улица меняла свое название. В 16 веке она называлась Пятница. Это название церкви Параскевы Пятницы, находившейся рядом с ней. На рубеже 16-18 веков она стала называться Никольской. И к концу 18 века ей вернули прежнее название. Современное название улицы Металлистов появилось в 1924 году. Своим названием улица обязана Тульскому отделению Московского общества по обработке металла. Союз Металлистов. Оно размещалось в доме номер 5, который в 18 веке принадлежал крипеческой жене Катерине Насеткиной. Рядом находилась и чайная союза металлистов. Вы знаете, когда я была в Туле в прошлый раз, эта улица еще не была пешеходной. Пешеходной насталась с сентября 2017 года. Проводилась здесь капитальная реконструкция. В день города 8 сентября 2018 года открылась обновленная улица. Она стала пешеходной. В сентябре 2020 года, то есть сейчас, в 500-летию Тульского Кремля, после завершения комплекса работ, по восстановлению и приспособлению 26 исторических зданий под музеи, выставки, гостиницы, кафе и рестораны, запланировано открытие музейного квартала с представительствами федеральных музеев Ясной Поляны, Куликово поле, усадьбы Поленова и Исторического музея. И вот сейчас, завтра это все уже заработает. Вы знаете, эта улица всегда была... Здесь всегда, видите, стоят особняки богатых людей, купцов, домовладельцев, имевших магазины и тому подобное. И таким образом здесь всегда селилась такая знать. И здесь очень дорогой кирпич был использован в брусчатке этой улицы. В доме номер 10, сейчас с левой стороны, желтое здание. Это особняк в стиле позднего классицизма, принадлежал Белолипецким. Михаил Белолипецкий родился в 1837 году в простой христианской семье. И в 35 лет он основал фабрику Тульский пряник. Позднее он стал называться Белолипецкий с сыновьями. Первый этаж дома занимал пятничный пряничный цех. Второй, вот слева здание, красивое такое, желтое. Второй этаж был поделен на две части. В одной была кондитерская, а в другой квартира Белолипецких. Продажи были сахарные, круглые, эрбики и репки, фигурные пряники ванильные, шоколадные, клубничные. Белолипецкий одним из первых в Туре стал рекламировать свой товар. Многочисленная краеведческая литература связывает этот дом с фамилией Баташовых на том основании, что на дворцовом фасаде сохранилась чугунная доска, на которой поставлена дата 1891 год и инициалы Н и Б. Во время Первой мировой войны в доме располагался военный госпиталь. Улица была застроена разными по стилю домами. Большая часть из них хорошо спланированы частные дома туристых купцов и мещан. Практически у всех подъездов стояли фонари, что в те времена было большой роскошью. Оформление фасадов жилых домов решалось их владельцами без учета архитектуры уже стоявших соседних домов. Поэтому здесь стоят бок о бок и красивый особняк с классическими фронтоном, и дом богатого купца в помпезных лепных формах под французский ренессанс. На Пятинской улице были гостиный двор, две цирюльные, пятейный дом, несколько трактиров, 40 лавок, общество трезвости. Улица была ухоженной, аккуратной, достаточно богатой. Но со времен Советов улица стала приходить в упадок, была заасфальтирована, торговля была ликвидирована. Здание пустовали. Вы сейчас видите этот чудесный памятник. Это мастерок, мастеровой, тулечок, очень очаровательный, симпатичный. Со времен советской власти здания либо пустовали, либо были превращены полностью в жилые помещения. Практически во всех домах внутреннего убранства утрачено, здания со временем изнасились. Улица использовалась как путепровод. Ну и вот сейчас улица реконструировалась, она стала пешеходной. Вот такой очаровательный здесь сидит человечек. Его надо потереть за ножки и за носик. Ну и далее эта улица ведет, вы видите, вдалеке улицы Кремль. Она ведет к Кремлю, прямо к одним из ворот Кремля. Вот тут храмы с правой стороны. Здесь также был храм Казанской иконы Божьей Матери, который был снесен в 30-е годы. Сейчас в честь этого храма названа Казанская набережная, а на месте этого храма, из кирпича этого храма, построено учреждение детское. Там сейчас будет написано, я вам сейчас покажу. Казанская набережная, а на месте этого храма, построено учреждение детское. Казанская набережная, а на месте этого храма, построено учреждение детское. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот здесь продают прекрасный тульский напиток березовый квас С очень интересными добавками Здесь и с имбирем, и с сосновыми шишками И очень такие страпивы Вот тульский квас Я попробовала очень-очень вкусно Вот И все, на этом улица заканчивается Улица Металлистов Мы приходим потихонечку, подходим к Кремлю И следующее видео будет о Кремле Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот здесь вот написано На этом месте стоял Казанский храм, который был снесен И вот это вот современное здание было построено в 1932 году Это школа фабрично-заводского ученичества при Тульском оружейном заводе из кирпича, который разобрали этот храм Сейчас здесь находится Тульский машиностроительный колледж А я с вами на этом буду прощаться Спасибо огромное за просмотр моих видео Спасибо, что вы гуляете со мной не только по Москве, но и по другим городам России И спасибо вам за то, что вам это интересно Ну, кому-то интересно, кому-то не интересно Но, по крайней мере, я для вас старалась показать город Тулу Возможно, когда-нибудь вам захочется сюда приехать Тем более завтра праздник Завтра должны быть очень красивые видео Я надеюсь Всем спасибо огромное за просмотр Подписывайтесь, ставьте лайки Всем пока-пока До встречи на моем канале До свидания Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok